Электрический хэтчбэк Honda e полностью рассекречен. Приписка прототип на номерной табличке – это всего лишь способ сохранить интригу до официальной премьеры на осеннем автосалоне во Франкфурте. Предсерийный хэтчбэк внешне близок к женевскому концепту. Ностальгический стиль сочетается с выдвижными ручками безрамочных дверей и камерами заднего вида, которые входят в базовую комплектацию и передают изображение на 6-дюймовые дисплеи по краям передней панели. Заднеприводная платформа разработана специально для этой модели. Электромотор установлен над задней осью. Центр тяжести всего в полуметре от земли, а статическая развесовка по осям ровно 50 на 50. Поэтому Honda обещает выдающуюся маневренность и особое удовольствие от вождения. А вот параметры электроустановки скромные, потому что на 150 л.с. приходится полторы тонны снаряженной массы. Неудивительно, что динамические характеристики пока не раскрыты. Не очень емкая по современным меркам батарея обеспечивает запас хода в 200 км. Это в полтора-два раза меньше, чем у электрического BMW i3, Peugeot 208 или Renault Zoe. На рынок Honda e выйдет в конце года. Цены начнутся примерно с 30 тысяч евро. Правительство вынашивает планы ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Идея станет актуальной, когда трассы переведут на систему свободного потока. В этой схеме автомобили не останавливаются у шлагбаумов, а спокойно проезжают под рамками, оплачивая бесконтактным способом. Предположительно, систему свободного потока в России впервые применят на центральной кольцевой дороге, строящемся платном дублёре Московского Малого Кольца. Субтитры создавал DimaTorzok